Девушки отдыхают Девушки отдыхают Леночка, я знаю, что ты отвечаешь за красоту в нашей программе Ты мне скажи, кому нельзя помочь уже в этом вопросе? Какие отношения нельзя этим спасти? Ты знаешь, я думаю, что абсолютно любой женщине, девушке, парне, мужчине Все с этим согласятся Можно помочь в плане внешности и красоты Если есть лишний вес, это можно убрать Если наоборот нужна форма, это можно всегда добавить И все знают как То есть на самом деле, это все возможно с внешностью и со стилем Это просто нужно несколько потратить на это времени и сил А так все хорошо Ну и конечно же, по поводу того, что Лера говорила Что нам встретился в одной из программ Ты сама помнишь, парень Конечно Конечно, я была полностью в восторге Потому что, ну конечно, я находилась с ним и в гримерке И в раздевалках, и одевала его, и раздевала его Поэтому для меня это было, конечно, одно из самых интересных моментов наших программ Лера, а тебе с кем легче работалось? Я скажу так, что мы выступаем в роли неких антрогенных существ, бесполых Мы понимаем и женщин, и мужчин И в целом они предстают перед нами как личности Как отдельные личности, каждый своим внутренним миром Что касается красоты, да, она хороша как данность И что касается социальной адаптации, она тоже прекрасна Но насколько это все подытоживает внутренний мир Вот им я и пытаюсь заниматься По мере своей квалификации, физиотерапии, а также психосоматикой наших пациентов Мы также вынуждены заниматься Именно так я их назову, наших пациентов Девочки, на самом деле, реально же сложно всегда разбираться со своими проблемами Согласитесь, легче советовать Вот даже в нашем шоу, вы к кому идете первому, когда вот у вас есть такие вопросы, которые самому решить сложно? Я хочу сказать, чем отличается наш менталитет, собственно, от менталитета Менталитета американского, да, в Америке у каждого человека существует психолог, психотерапевт, психиатр И они ходят не к подругам, а ходят к специалистам А в силу нашего менталитета, где-то в этом смысле недалекого, да, мы идем к подруге Это неправильно Конечно, потому что нужно объективное мнение, а не субъективное Нужно мнение людей, которые не заинтересованы и никого не знают Поэтому мы можем помочь людям именно потому, прежде всего, что мы смотрим на ситуацию, как на кино Со стороны А ты будешь? Сами мы это сделать не можем Ты будешь? Безусловно, я не буду скрывать С театра, надеюсь, нет Всего аналитику возможно Были моменты в моей жизни, когда, да, я сходила раза два-три Ну, у каждого человека есть проблемы Я не буду это искать, мне интересно было попробовать Я могу сказать, что один-два раза, три, даже пять, мне ничего не дают Потому что должен быть курс, это должно быть постоянно А что делать психолог? Он тебе уговорил, ты вышел довольный, как после занятия йога Прошло два часа, там, или день, и ты опять вернулся, и опять то же самое Это колоссальная работа, постоянно, регулярно над собой Я знаю, что есть сейчас парочки в Голливуде, которые уходят часто к психоаналитику Например, это Орландо Блум и Миранда Кэр Вы, наверное, слышали, да, что они расходятся Эта пара теперь не вместе И эта пара расходит И эта пара расходит Я никогда не нравилась Орландо Блум А мне никогда не нравилась Миранда Кэр, если честно А мне все нравятся Как вам кажется? Хорошо, давайте сейчас протестируем Мы, как вот наш женсовет Как вам кажется, чем можно было бы им помочь? Как Миранда Кэр Ну, Миранда Кэр, Виктория Сикра, да, суперпопулярная модель Орландо Блум, достаточно известный актер Вот если бы пришла к ним Миранда Или Орландо? Я могу сказать, это две голливудские звезды Каждый из них зациклен на себе Это точно Это я говорю о том, что не знаю, в принципе, сути их истории Я думаю, что в такого рода парах Нужно у каждого из половин Развивать чувство любви к ближнему А не только к себе Мне кажется, главное все-таки Проблема состоит в этом Они очень сильно зациклены на себе Каждый он такой красавчик Весь не себя от себя Она, соответственно, востребованная модель Которая ходит в десятку ангелов Да, там десять человек или сколько Вот вся проблема А вот ты, Лена, как ты считаешь? Вот Дженнифер Энистон Тоже есть у нее проблема Ой, это ма, я уважаю ее просто Она, при том, что она красотка Она стильно выглядит Она одна из самых сексуальных девушек мира Почему она не вышла замуж? Она же хотела Ты знаешь, я думаю, что может быть проблема в том, что Подсознание всегда выбирает безопасных партнеров То есть, естественно, ты когда выбираешь Или начинаешь встречаться с кем-то И если ты изначально не хочешь выходить замуж То твое подсознание выбирает только того партнера С которым будет безопасно За которого ты не выйдешь никогда замуж Я думаю, что она столкнулась с такой проблемой Излишняя востребованность индивидула В нашем социуме Это тоже большая проблема И огромный шанс не выйти замуж Потому что люди заигрываются в отношениях Люди заигрываются в полигамию И, собственно, самые достойные Часто оказываются неудел Дженнифер Энистон может тебе приходить тоже к нам в женсовет У нас, собственно, есть адрес, на который вы тоже можете написать И мы тоже, в общем, поговорим тоже с вами Девочки, я помню самый яркий момент, на самом деле, наших съемок Вы сейчас узнаете, что это такое Это... Это реклама тебя Нет, я помню, что с девочками Ну, мы иногда попиваем коктейли И мы вот пробовали завязывать А ну-ка, посмотрим, что она тренируется А ну-ка, посмотрим, что она тренируется Вы уже пробовали? Давайте попробуем Честно? Так, девочки, три-четыре, поехали Меня не интересуют эти высокие технологии А по мне как-то мало Ты знаешь, я считаю, что девушка... Даша, Даша, ну это... Я не думаю, что ты тренируешься Ты бьешь рекорды уже Утреннего, раннего, детского, можно сказать, шоу Деремь – это детское время Даша завязывает языком узелки на хвостик Даша, по-моему, дело с мелкой предметикой Девочки, это я к чему? Я к тому, что нужно встречаться чаще Поэтому мы с вами встретимся и со зрителями Уже в это воскресенье, 1 декабря На телеканале М1 в 12.00 Девочки, спасибо, что сегодня просыпались с нами Лера Круг, Лера Бордо и девушка Блонда Мы вас ждем в воскресенье А Гутен Морген продолжается Просыпайтесь вместе с нами Впереди еще очень много музыки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!